Правоохранители и представители прокуратуры Белгороднестровского обвиняют в превышении полномочий. Как стало известно, работниками гор-районного отдела милиции был задержан 44-летний житель города. У него изъяли 120 тысяч гривен и более 5 тысяч долларов. Мужчину подозревают в проведении незаконных валютных операций. На сегодняшний день по этому делу состоялось несколько судебных заседаний. 11 июля в Одессе обе стороны, обвинители и правозащитники, встретились на пресс-конференции. Мнения участников процесса абсолютно противоположные. Это деньги, заработанные в течение нескольких лет. И часть денег, которые находились при мне, это были деньги, которые передала мне мать после продажи своего дома. Она продала дом, купила квартиру, а часть денег она дала нашей семье. Точке было 22-го числа, день рождения прошлого месяца. 20-го мы вышли на рынок, мы хотели ей сделать подарок. 18 лет ей исполнилось, 22-го июня. Мы хотели ей сделать подарок, а основную часть денег мы хотели сдать в банк на депозит. Прокурор Олег Кривовит и начальник областного отдела милиции Владимир Шаблиенко убеждены, Виталий Савчук занимается незаконным обменом валюты. Заявление о мошенничестве написала женщина, которую он якобы обсчитал. Женщина аккуратно переписала себе на лист бумаги, положила себе сумочку, обменяла у человека деньги и не досчитала 100 гривен. Заявление милиции, милиция, естественно, как я уже рассказывал, она приехала, провели учерок область, и эту группировку почему-то случайно нашли. Наверняка она в него случайно оказалась. Более того, я сейчас закончу. Более того, нами допрошено 5 человек, которые занимаются предпринимательской деятельностью на рынке, торгуют предметами первой необходимости, которые подтвердили, что Женщина Савчук занимается обменом валюты. Правозащитники усмотрели в действиях прокурора и милиции множество нарушений и обратились в администрацию президента, службу безопасности Украины и другие инстанции с жалобами. Прокурор не говорит, что этой женщине на момент совершения этой сделки не было 18 лет. Ей исполнится 18 лет уже в июле. Она была несовершеннолетним лицом, которая не имела права на совершение вообще никаких-либо валютных сделок. Об этом умалчивается, ее называют женщиной. Более того, вчера было заседание суда про рассмотрение административного дела, в котором мы просим ее вызвать, поскольку я более чем уверен, что она в лицо не знает Виталия и о ком идет речь. Об этом почему-то тоже умалчивается. Также следует сказать, что нарушения конституционных прав и свобод Виталия, а также конвенции про основные права и свободы гражданина, также нарушались. Во время задержания ему более 6 часов не давали ни воды, ни посетить туалет, не связаться с адвокатом. По словам правозащитников, 3 июля 2014 года решением горрайонного суда действия должностных лиц Белгороднестровского района милиции были признаны незаконными. Суд обязал немедленно вернуть изъятые деньги. Но до сих пор это не сделано. Точка в деле не поставлена. Прокуратура и милиция обещают бороться с валютчиками доступными им способами. Правозащитники же заявляют, что не допустят нарушения закона лицами, призванными этот закон охранять.